Добрый день, мои дорогие зрители! Сегодня на моем канале наконец-то снова опять видео! Видео, которое должно было выйти немножечко пораньше, но в связи с некоторыми обстоятельствами она выходит сейчас, потому что я немного приболела и довольствуюсь осенью такой красивый вот только на экране своего ноутбука. Так что заранее прошу прощения за мой, может быть, немного еще больной голос, но видео это надо было снять, потому что это видео итоги марафона «Хрустящий сентябрь» от Алисы Демы. А я давно его закончила, подвела итоги в своем инстаграме и вот теперь наконец-то я подробнее расскажу о том, как я провела свой сентябрь здесь на канале. И давайте начнем! И первую книгу, с которой я хотела начать, это «Семь сестер» первая часть Люсинды Райли. Эта книга вне плана марафона, это просто я начала ее читать в сентябре, и поэтому я думаю, так ее дочитаю и потом начну марафон, но поэтому я хочу рассказать о ней. Эта книга мне очень понравилась. Сюжет начинается с того, что шесть сестер собираются в своем родном доме, потому что получают известие о том, что их отец умер. Отец — это приемный, он собирал девочек по разным странам, и это идея автора, что каждая книга будет рассказывать про определенную сестру. Книга называется «Семь сестер», приехало шесть. Пока даже в первой книге неизвестно, будет ли седьмая сестра или нет, объявится она где или нет, найдут ее или нет. И в общем, каждой девочке папа оставляет письмо, где есть наводки на их прошлое. И вот если они захотят с этим познакомиться, узнать свою семью, в которой они родились, то координаты там, и они могут отправиться в эту страну и вот как-то узнать о своих корнях. Книга интересная. Первая, когда она мне попала в руки, и когда я увидела ее объем, и когда я увидела, что тут почти семьсот страниц, по-моему, да. Я такая думала, когда же я ее прочитаю? Потому что, ну, книга большая. Вот. Но когда я открыла ее, и начала читать, и увидела, что я только оторвалась, и смотрю, а я уже семьдесят страниц прочитала. И говорю, а, я поняла, как я ее прочитаю, потому что она просто, она улетает. Честно, ты вот сядешь, и если действительно читать не урывками, то, ну, пятьдесят страниц, это запросто. Ты прочитаешь даже по сто, можно даже больше страниц прочитать. Ну, насчет объема переживать вообще не надо, потому что книга интересная, она тебя захватывает. Вот. И в... Я немного отошла от темы. И, значит, первая книга рассказывается про самую старшую сестру, и она отправляется в Бразилию узнать о своем прошлом. И там, конечно, заворачивается такое расследование небольшое, всей тайной, что вообще происходило в их семье. И, получается, книга, как многие авторы сейчас делают, идет от лица вот настоящее время и от того времени, что было раньше, там, сто лет назад, или сколько там, три поколения назад, два поколения назад. Вот. Это очень интересно. В книге затрагивается такая тема как раз вот в то время, когда жили ее прабабушка. Идет со строительства статуи Христа Искупителя, которая стоит в Рио-де-Жанейро. И ее прабабушка непосредственно имела к этому событию отношение. Вот. Очень интересные, интересные факты там есть. Вообще, очень хорошо прочувствуется это настроение Бразилии, их танцы, их еда. И очень интересно. Ну, попутешествовать, получается, с этими сестрами, потому что уже вышла третья книга. Есть еще «Сестра тени» и «Сестра ветра», по-моему. Вот. И надеюсь, что в скором времени я приобрету эти дальнейшие книги и тоже буду читать. Читайте, не пожалейте. Некоторые моменты мне в этой книге немного не понравились. Но если вот на них закрыть глаза, то есть, ну, так прочитал, пробежался, там, пропустил, вот, то книга достойная. И я действительно с удовольствием ее советую для легкого прочтения, так отвлечься и что-то более легкое прочитать. А теперь давайте начнем, наконец-то, про наш марафон. И первый пункт, который там был, сейчас у меня ежедневник-помощник мой, это «Встречаем новый сезон, читаем новинку». И в этот пункт я выбрала книгу Даниэла Шпека «Белла Германия». Эта книга — это смешение Италии и Германии. Это показано отличный колорит итальянский и также немецкий. Это рассказ про итальянских кастербайтеров, которые приезжали в Германию работать. Это «Три поколения семьи». Это, в общем, книга «Фантом пресс», и это уже много о чем говорит. Мне книга понравилась, действительно интересная, интересные герои. Но, к сожалению, ни один из героев мне не запал в душу, не понравился. То есть не то, что не запал в душу, а они какие-то все так странно себя вели. Какие-то немного, ну не то, что надуманные проблемы, но как-то все любили себя, я так поняла, пожалеть. Особенно наша главная героиня и ее отец. Вот, вот это мне немного не понравилось. Ну, то есть это не испортило мое впечатление о книге, просто мне не полюбились герои, вот скажем так. Сам герой, который, как по мне, был такой трудяга-работяга, это был дядя нашей главной героини Юлии. Вот, и, наверное, он мне единственный так понравился и запомнился. Вот. В общем, наша главная героиня Юлия, известный модельер. И на каком-то представлении, на каком-то шоу своих моделей, она знакомится с мужчиной, который подходит к ней и говорит, представляется ее дедушкой. Но этот мужчина немец, а она знает, что у нее предки итальянцы. Вот. И с этого все начинается. Сначала она его отвергает, говорит, нет, нет, этого не может быть. Но она не знает своего отца, потому что мать говорит, что он умер. И вот с этого момента все в ее жизни складывается не так. Ей уже за 30 далеко, а семью у нее нет, счастья у нее нет. Она не знает, что такое семья. И тут она задумывается, а может, действительно надо узнать, что все-таки хотел сказать тот дедушка. И начинается эта история, заваривается потихонечку. Оказывается, ее отец жив, и ей надо передать ему письмо. И она так потихоньку знакомится со своей семьей и узнает историю своей семьи. Опять тут история ведется от трех поколений. То есть от Юлии, от ее отца и от самого дедушки. Вот. История интересная, довольно-таки многосюжетная. Читается интересно и легко. И я очень хочу приобрести второй роман Даниэла Шпека «Пикола Сицилия». Она уже вышла, эта книга. И вот я думаю, что тот роман, я тоже прочитаю, говорят, что он не похож на Балл Германии. Но это, наверное, и еще больше интереснее, потому что когда два одинаковых, два похожих, это немного теряется, вот эта вот изюминка. Вот. Эту книгу я тоже советую вам прочитать. Действительно, это тоже, если вы хотите отличиеся, что-то такое легкое и просто с интересным сюжетом. Второй пункт называется «Завариваем кружечку горячего». И это книга об осени или с антуражем осени, или обложка подходит под осень. И для этого пункта я выбрала две книги. А первая из них — это Рэй Брэдбери и его канон «Всех святых». Тут, естественно, у нас обложка «Осенняя», «Хэллоуин». Это небольшой рассказик, я его очень прочитала быстро. Но я люблю рассказы Брэдбери, потому что они очень такие атмосферные, и некоторые прям, ох, запоминаются надолго. Этот, я не могу сказать, что стал моим любимым и каким-то прям вот таким запоминающимся, но я прочитала, и я не пожалела, потому что в атмосферу я попала. У нас есть пять, то ли шесть мальчиков. Я сейчас могу набрать немного. Ну, в общем, группа мальчиков, которые собрались праздновать Хэллоуин. И, в общем, когда они все вместе собрались в своих костюмах, одного мальчика не хватало. Они прибежали, он выглядел каким-то заболевшим, он говорит, вы бегите, бегите, я приду попозже, догонюсь. И они побежали к тому дому, у них какая-то была цель, какой-то план. Вот они побежали к дому, они хотели провести там Хэллоуин, зайти туда, немного ужаснуться. И эти мальчики попадают в этот дом и видят дерево. Какое-то необычное дерево. И там они знакомятся с непонятным существом, которого зовут Мистер Смерч. И он их отправляет в путешествие, чтобы спасти того мальчика, который сказал, что он их догонит. Вот тот мальчик на грани жизни и смерти. И, конечно же, наши друзья отправляются, чтобы спасти своего друга. И там они попадают непонятно-таки, они по разным мирам, в разное время, в разные вехи попадают. И Мистер Смерч говорит, вот почему ты этот костюм сделал, а ты этот, ты ведьму там, ты еще во что-то. Вот, и они попадают в разные моменты, когда для каждого мальчика вот этот костюм. Немного сумбурно рассказываю, но прошу прощения. Если вам нравится такая тематика, вы можете ее прочитать. Не знаю, мне просто нравится Брэдбери, как он это все преподносит и подает. Вот, книжка, книжуля такая, она видный чурок. Но если вы что-то любите такое, то, я думаю, вам понравится. И вторая книга, это Творцы совпадений. К сожалению, у нас никак-то не срослось. Я ее, честно, начала читать, и как-то мне показалось немного скучновато и нудновато. Обзорка не оправдала своих ожиданий, но, не знаю, нет, может, дальше будет интересно. Я просто как-то остановилась и дальше не стала ее дочитывать, если честно. Потому что, ну, я как-то расстроилась, правда. В книге нам рассказывают о тех людях, которые помогают другим людям. То есть у каждого есть свое задание, допустим. Одному человеку надо сделать так, чтобы один художник, но он еще не знает, что он талантливый художник, он работает просто в офисе, да. Надо, чтобы его уволили как-то с работы, чтобы он понял, что ему не нужна эта работа, что ему надо рисовать и двигаться в этом направлении. Или, допустим, одному человеку, сидящему за столом, надо как-то так вот внедрить, сказать немножечко погромче какое-то слово, чтобы это слово в нужном контексте дошло до другого столика. И тут вот что-то у человека осенит и скажет, вот, вот он ответ на мой вопрос, да, ну, грубо говоря. Вот. Я начала читать, там рассказывается о том, как наш человек должен был подстроить увольнение одной официантки. И я так поняла, еще знакомство с другим новым человеком. Вот. Это все происходило в кафе. Мне вот этот момент как-то показался немного, ну, не таким, каким я ожидала. Я думала, будет как-то более интересно и более захватывающе. Но я думаю, что я вернусь к этой книге и дочитаю ее до конца, потому что я совсем немного начала читать. И, может быть, я изменю о неменении. Я на это надеюсь. Вот. Ну, а пока вот так вот как получилось. Третий пункт нашего марафона — это берем вкусняшку. Тонкая книга, детская книга, что-нибудь такое легкое-легкое-легкое. И первую книгу, вот сейчас у меня ее просто нет на руках, это была детская книга Тамары Крюковой «Двери». Тамара Крюкова — это замечательный автор. Я обожаю ее книги. Такие у нее детские, подростковые книги. Это и «Повторение пройденного», и «Призрак сети», «Дневник Кота Сапиенса» и очень-очень много остальных книг, которые... А, любимая моя книга — это Костя Ник у нее. Это замечательная книга для подростков про первую любовь мальчика и девочки. Замечательные просто у нее книги. И эта книга тоже была очень интересная, очень легко читалась. Это «Двери». В книге рассказывается о мальчике, который должен был познать истину мастерства писателя. И у него был его учитель, мастер, который ему это мучил. И, в общем, идея мастера была в том, чтобы мальчик сам научился писать. То есть, а для этого ему нужно было научиться открывать двери. То есть, что такое открывать двери? Это легко, да? Но нет. То есть, каждая книга, каждый рассказ, который ты придумаешь, он как-то обрывается непонятно. И мальчик должен найти следующую дверь для следующего рассказа. То есть, идея в том, что любой сюжет, который ты забросил в свой рассказ, ты это сделал для чего-то. И ты не должен его просто так оставить, бросить. Ты должен это как-то завершить. И получается так, что это вот такой вот клубок наматывается. И настоящий мастер и писатель у него никогда не заканчивается идеей, чтобы что-то написать. Книга очень интересная. И там такая была мысль, что надо быть очень осторожным со своими желаниями. И формулировать их тоже надо осторожно. И давать обещания тоже, кстати. История начинается с того, что у нас есть башмачник. Он отлично делает обувь. Но он очень любит девушку, которая хотела поучаствовать в танцевальном конкурсе. И вот башмачник наш хочет добиться любви этой девушки. И вот он ходит и грустит. И он сделал такую замечательную пару туфелек. И вот думает, думает, ну как бы, что делать. И тут ему попадается то ли гномик, то ли домовой, но что-то такое волшебное существо. И говорит, не грусти. Сделай вот сейчас вот пару обуви. Она будет волшебная. Завтра рано, кто первый на рассвете прибежит, ты ему отдай эту обувь. И все будет как вот надо. То есть все, как ты захочешь, так и исполнится. Какое у тебя желание? Он говорит, я вот хочу, чтобы мы с Агнешкой, это девушку, которую он любит, обрели любовь. И самое талантливое победило победило на этом конкурсе. Ну, в общем, дальше я не буду вам рассказывать, чтобы не спойлерить. Но повернулось, конечно, все по-другому, все иначе. Но его желание, как ни странно, исполнилось. Вот. И от этого дальше-дальше заканчивается этот сюжет, потом из него вытекает следующий. Очень интересная такая волшебная сказочка. И кто любит творчество Тамары Крюк, и кто хочет что-нибудь такое легкое, но интересное, то я советую эту книгу почитать. Следующая книга, которая подходила под этот пунктик, это комикс «По ту сторону изгороди». Я вам уже рассказывала, что я не особо люблю комиксы, но это мне понравился очень мультик, и поэтому я была очень рада, когда когда этот комикс оказался у меня. Я говорила вам, что я чуть-чуть там не дочитала, и то есть я его просто буду дочитывать, и оказалось, я одну главу не дочитала. Вот. Он ушел очень быстро. Если вы любите что-нибудь такое атмосферное, типа Gravity Falls, то я очень советую посмотреть этот мультик. Если вам будет интересно, то есть тут получается дополнение к мультику. Вот. Там есть еще какие-то сборники. Если вы что-то любите, такое неизведанное, интересное, забавное, странное и атмосферное, то этот комикс и мультик для вас. И третье, то, что я взяла тоже под этот пункт, это была «Манга Орэндж». Это первая часть. Я ни разу не читала «Мангу». Это был мой первый опыт, и он мне очень понравился. Мне было тяжеловато читать, потому что кто читал «Мангу», то знает, он, получается, справа налево читается. Немного своеобразно, для нас немного странно. Но это такой душесчипательный рассказ. Тут еще вторая и третья часть. Я хочу вторую и третью части еще прочитать, а потом посмотреть аниме. У нас есть компания подростков. В школу приходит новенький, и он начинает с ними дружить. И тут у нас первая любовь, и что-то еще. Но на этом все. Нашей главной героине приходит письмо из будущего. По-моему, прошло 10 лет, что ли, или 15, я уже, честно, не вспомню. И она говорит, только не повторяй мои ошибки. И она пишет, ей прям плак подниму. Она говорит, вот сейчас будет то-то, то-то, то-то. Не отказывай тому, или там, не берите его с собой. Наша главная героиня сначала не верит, думает, какая-то ерунта. Но потом она понимает, что вот все так и происходит. И она говорит, надо, наверное, что-то менять в себе, чтобы я через, я в будущем не жалела об этом. Надо исправлять данную ситуацию. Конечно, не обходится без драмы, которая не оставила меня совсем равнодушной. И я прям даже, ну, чуть ли не всплакнула. И надеюсь, что в конце этой серии, в конце книги, то есть, в конце третьего дома все будет хорошо. И до этого не дойдет, что предвещает вот эта вот девушка из будущего. Но Нанга мне очень понравилась. я хочу еще вторую, третью, конечно же, дочитать. Может быть, когда-нибудь я буду читать еще что-то другое. Но пока вот этот первый опыт мне очень понравился. Следующий пункт, это четвертый уже у нас пункт, укутываемся в плед, это берем классику. И тут я наконец-то взяла те книги, которые я уже давным-давно хотела прочитать. Первая книга, это у нас портрет Дарьяна Грея, автор Оскар Уайльт. Конечно, об этой книге уже все знают, мне кажется. Когда я была чуть-чуть поменьше, и ее прочитала моя старшая сестра, у нее была своя книга, и я такая думаю, блин, почитать или нет. И когда она так сказала, она говорит, нет, книга скучная, а фильм пошлый, не смотри. Вот, но я доросла до этого момента, когда я прочитала книгу, и к моей радости книга оказалась не настолько скучной, как это мне сказала сестра. Книга мне понравилась, там много цитат, скажем так, много мыслей, над которыми можно подумать. Фильм действительно мне понравился меньше намного, но книга не могу сказать, что она стала в ряд моих любимых, но я не могу сказать, что она мне совершенно не понравилась. Она прочиталась довольно быстро, довольно легко, и я рада, что я наконец-то ознакомилась с этим сюжетом, с этой книгой и с этим автором. Хотя нет, у автора я рассказы читала. А вот эта книга, это письма незнакомки Андрея Муруа, такой небольшой сборничек, это просто стало одним из фаворитов, наверное, сентября. Муруа я всегда ставила на одной линейке с цвигом, хотя я не читала, но мне казалось, что они будут похожи, и я не ошиблась. Нет, они совершенно не похожи в стиле написания, но чем-то они для меня похожи. Вот эта духовность, что они пишут для женщин, и этот сборник, рассказ письма незнакомки, он ведётся в эпистолярном стиле, это письма действительно незнакомой девушки, которую он видит, и который он печатает в газете, чтобы некая наша незнакомка прочитала. Но эти письма адресованы каждой и любой женщине, потому что они каждой будут полезны. Тут, вот если бы я пользовалась закладками, то тут, наверное, она бы была усилена в статах и в каких-то мыслях. Но я просто брала карандаш и подчёркивала, потому что я знала, что закладок будет тут много. На каждой тут, она небольшая, 200 страничек, но на каждой почти странице есть такая мысль, которая прям пробивает тебя в точку. Андре Муруа это ещё одна моя любовь теперь стала. И я вот сейчас попробую что-нибудь зачитать, если вот сейчас найду. Вот я вам сейчас зачитаю, вот такой вот момент, допустим, первая любовь на всю жизнь оставляет след в душе мужчины. Если это была счастливая пора, если женщина или девушка, которая впервые пробудила чувства юноши, ответила ему взаимностью и ни разу не дала ему повода усомниться в её чувствах, атмосфера доверия и душевного покоя всегда будут сопутствовать ему. Если же в тот первый раз, когда он желал безоглядно довериться, его оттолкнули и предали, рано так никогда и не затянется полностью, а нравственное здоровье, пошатнувшись, долго не восстановится. Такой замечательный язык. Вот сейчас я ещё найду вам цитата мне очень понравилась. Допустим, подлинная любовь всё делает прекрасно. Какие замечательные слова, да? Не могу найти ещё одну цитату, но она тоже меня потрясла. В общем, идея была в том, что как бы жизнь не сложилась бы, да, вот мы часто говорим, вот, а если бы это было так, допустим, по-другому бы, да, мы бы не пошли туда или что-то ещё, то, наверное, бы сложилось всё по-другому. Нет, всё было бы так, только немного в других красках, немного с другим сюжетом, но суть осталась бы та же. Вот, но это я своими словами сказала, а Андрей Мруай это просто подчеркнул, наверное, в одном предложении или в двух. Это уроки для молодых и уже не очень молодых женщин и девушек. Это вот, просто, мне кажется, настольная книга для каждой девушки, уважающей себя. Так что я и дальше хочу ознакомиться с творчеством этого автора. Следующий пункт это «Садимся у окна», книга с другим миром. И на этот пункт я брала Эггара По и его рассказы и Кинга и его «Мёртвую зону». Ну, что-то не складывается у меня с Кингом, ну, вообще никак. Нет, я его даже просто не брала читать. Ну, не хватило мне времени. Вообще, в какой-то момент я забыла, что я взяла эту книгу, но потом я поняла, что не хватает времени. А Эггара Ронет По, да, я почитала это его рассказы, замечательная книга, я покупала её на Упайл Борис по наработкам Алисы Дюмы. Замечательные иллюстрации в стиле стимпанк, книга потрясающая, тут ещё и стихи его. Несколько там я немного недочитала, но с теми рассказом, с которыми я ознакомилась, конечно, это было что-то жуткое. Я давайте так, я боялась читать По, я думала, это что-то ужасное, что-то страшное, но нет, это очень красиво написано, но действительно жутковато. У него и жизнь была сложная, кстати, вот именно в этой книге несколько страничек его биография посвящена, и ты понимаешь, почему этот человек такой. Творчество Алана По, оно жутковато, но с ним знакомиться, его знать надо. И последний пункт, который я провалила полностью, в каждом пункте я что-то допочитала, но этот пункт, он, наверное, изначально заведомо был провальный, потому что следующий пункт называется «Тёплый автор, тёплый сюжет, погружаемся в атмосферу в юге», и тут я взяла Розамонду Пилчер и её «Возвращение домой». Нет, этого автора я обожаю, но на сентябрь и на учебный месяц, когда ты так погружаешься в учёбу, когда дел очень много, и взять вот такой вот томичек в тысячу страниц, так ещё плюсом, ещё у тебя куча книг, это заведомо было провально. И эту книгу я даже не встала, я даже не открыла её, я не успела. Пока болею, может быть, я её, надеюсь, прочту. Но всё-таки объём меня пугает, но я надеюсь, что сюжет и атмосфера этой книги полностью отобьют страх в объёме. Надеюсь, что я её в скором времени прочитаю, и надеюсь, что у меня будут только положительные отзывы. А на этом моё видео закончилось. Берегите, пожалуйста, себя и своих близких, не болейте, радуйтесь жизни, радуйтесь последними тёплыми солнечными денёчками этой осени. Я вас люблю и пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok